что такое современная белорусская свадьба роспись банкет новый статус социальной сети но вернемся на 80 лет назад как познакомиться без тиндера как позвать гостей без мессенджера как вообще жениться если вокруг война давайте начнем издалека поговорим о традиционной белорусской свадьбе этнограф адам богданович писал так старинный белорусский брак это не только пир это прежде всего и больше всего религиозная мистерия от правильного свершения которой весьма многое зависит почему а вот представьте по вере наших предков во время свадьбы невеста буквально умирала в старом статусе девушки исчезала из отчего дома и возрождалась снова уже женой в другом доме с другими родителями теперь не так удивительно что бабушка не смеется на свадебной фотографии правда свадьба один из главных сюжетов фотоархивах наших предков как ни странно другим таким сюжетом были пухороны а сейчас эта традиция почти ушла но вернемся к свадьбам как вообще понять что происходит на фото разобраться нам помогут специальные предметы которые можно найти на фотографиях начнем с главного весельный венок украшение невесты знак ее статуса венок мог быть украшен выремом то есть фатой или лентами он собирался из элементов с ритуальными значениями веточки шпараги барвинка мирта но нес и новомодные элементы белые бутончики из гуской или ткани изображающие цветки флорда оранжа что еще нужно для свадьбы к веткой отмечали гостей пекли специальные огромные караваи сватам повязывали рушники и давали в руки жезл а то и пугу то есть кнут знак плодородия вот сколько всего а как же белое платье спросите вы оно стало популярным только в середине 19 века среди состоятельных горожан но обязательным не было возникновение новой семьи важное событие в хозяйстве в те времена свадьбы не столько про любовь скорее про добробыт надежное будущее общую работу свадьба продолжалась три дня включала в себя не только венчание в церкви но и древние ритуалы посада на дежу пиры у невесты и жениха ритуальные игры и песни не меньше ритуалов окружали и еврейскую свадьбу в местечках в западной беларуси с 1921 года входивший состав польши такие традиции соблюдались до второй мировой войны а вот восток беларуси с 1919 года стал бы ссср и здесь в это время совсем другие условия обручальное кольцо в ссср буржуазный пережиток брак заключают не в церкви а в загсе религия практически запрещена вот на этой фотографии тоже молодожены но без всяких атрибутов брака хорошо что потомки петра и агафьи помнят свою историю 1939 году с первыми боями второй мировой войны две беларуси с разными укладами разным опытом оказались объединены в одну республику следующие два года пока в европе идет война западная беларусь спешно перестраивается на новый лад вот так радостно представляет это событие официальная пропаганда но ссср государство с высоким уровнем репрессий восточная часть республики пережила большой террор 1037 38 годах в западной беларуси чистки начались сразу после объединения более ста тысяч человек были высланы в основном в северные регионы россии или в казахстан тысячи были расстреляны женишь ли в таких условиях доженились вот эти фотографии сняты между тридцать девятым и сорок первым годами 22 июня 1941 года силы вербахта пересекли границу ссср всего два года как установившуюся в августовских лесах недалеко от гродно война снова пришла сюда оккупированная бссср оказалась поделенной между семью разными территориальными единицами генеральный округ беларусь включал почти всю западную беларусь и столицу минск но ашмяны вошли в литву часть полесья брест и гомель оказались генеральном округе украина гродно в округе белосток минск и могилёв были тылом армии центр и не управлялись гражданской администрации жизнь в разных округах могла идти чуть хуже или чуть лучше но везде повседневностью стали убийства и казни комендантский час голод непосильный труд постоянный страх мы жили як першобытное громадство вспоминает современница событий в таких условиях особенно важной становится взаимопомощь семья снова становится средством выживания юноши и девушки ловили момент женились пока могли были снова открыты закрытые при советской власти церкви и костелы брат можно было совершать по старинным обрядам но только после гражданской регистрации вот как проходила свадьба в звездке самораведшая которая входила в округ белосток на свадьбе гуляли двое немцев в это время к деревне подошли партизаны увидев немцев они заявили что сейчас убьют их но хозяин свадьбы стал возмущаться ведь после убийства гостей ему семьей придется уходить из родных мест уговаривал вынес под шастунок партизанам и те согласились не трогать немцев в этот раз свадьба стала мирным пространством где на денек приостановилась война национал социалистической идеологии делила людей по их национальной принадлежности немцы считались высшей расой белорусы и украинцы народами помощниками и например не полагалось высшее образование все вузы бсср были закрыты зато можно было использовать их труд немецким солдатам запрещено было встречаться с местными девушками но если отношения все же завязывались и девушка беременела ее ждал либо аборт специально разрешенный только для таких случаев либо родившегося ребенка изымали и отправляли на воспитание в немецкие семьи здесь свадеб ждать не приходится одна из работ который предлагалось для белорусов вступить в местную полицию или вспомогательные войска вот рассказ молодого человека жители генерального округа беларусь брали у батальон полицейские сюда и у мир набирали молоть я говорю пани коменданты меню батальон беруть не будь не иди а калиб я трапи у батальон 25 году сталинских лагерей он имеет ввиду и усе хотели меня не забрать у полицию а мне подказал один сакратар их мины кажа женися бог ластяку будусь брать а женатых дня будуть а я ухаживаю за девушиною не откладно расписался женился и до меня денег то ухату не зашел а хлопцева забирали похожая история свадьбы как спасение связана с угрозой вывоза на принудительные работы в германию рейса ермизина жительница деревни в округе белосток попала в хапун отлов молодежи годный для работы ее мама пороскева иосиповна выкупила дочь отдав все сбережения что у нее были несколько царских золотых десяток хранились в старой варежке до раисы доходили слухи что замужних женатых уже не увезут может поэтому она решилась идти замуж за соседа константина от их свадьбы сохранилось две фотографии снятые в большой берестовицы молодого мужа все-таки угнали в германию а раиса после освобождения познакомилась с молодым бухгалтером приехавшим из восточной беларуси и через несколько лет вышла за него замуж первый брак держался в тайне фотографии хранились у родственников об этой истории потомкам раиса стало известно только после ее смерти 70 лет спустя насильственный вывоз на работу в германию или австрию был реальной угрозой около 380 тысяч человек некоторые совсем дети 14 15 лет были вывезены с территории беларуси на работу планировалось приглашать добровольцев но поскольку люди ехали неактивно стали производиться облавы вот например пропагандистский плакат обещает новую жизнь третьем рейхе в реальности о старбайтеров ждала тяжелая работа в чужой стране скудная еда плохое обращение бесправие и тоска по дому как выжить в такое время двоюродный дед писателя андруся горвата тоже попал на работу в германии вот его история ранецой мы шли на завод а за высоким плотом вели девок мы их не бачили а лет шули от и былася рода их одна якая вельми хорошо пела я век не забуду я ей песен я кажа и чакау новый день только кап послухать я е як выведуть нас як пачуя что и девки уже идут эту крышу аня пой и я напела я зя зюля я зя зюля шерая не вылечу саду каб нетая аня не ведаю чтоб со мной стало с песней связана и другая история девушки ставший остарбайтером валентина муравьева тоже была вывезена на работу в кёнигсберг входивший тогда восточную пруссию это спасло ей жизнь родная деревня была сожжена в ходе антипартизанского рейда почти вся ее семья погибла в кёнигсберге валентина попала на работу к доброй женщине здесь же она осталась работать когда город был взят красной армией раненый солдат иван науменко слышал из окна палаты как девичий голос пил катюшу и обещал себе найти эту девушку когда выздоровеет так иван и валентина познакомились и поженились после войны эту историю нам рассказал их внучка лариса кахановская согласно нацистской идеологии такие народы как евреи ромы татары подлежали убийству чудовищная гуманитарная катастрофа холокоста унесла жизни более 700 тысяч белорусских евреев сперва людей собирали в гетто отдельных районах городов в 353 гетто по всей беларуси сгоняли целые семьи мужей жен детей бабушек дедушек всех здесь царили голод и болезни а время от времени проходили карательные операции расстрел очередной части жителей к 1944 году гетто в беларуси не осталось в местечке мир вспоминают такую историю житель гетто получил возможность сбежать перед расстрелом он был переводчиком ценным человеком когда людей из гетто грузили в грузовики которые всегда ехали полными туда но пустыми обратно герою рассказа вручили бумагу и отправили в контору с намеком не возвращайся но он отнес бумагу вернулся и сел в грузовик ведь здесь сидели его жена и дочка одним из шансов выжить или не уехать в германию для жителей беларуси стала жизнь в лесу в партизанском отряде изначально партизанское движение было скорее организовано сверху хорошо подготовленные диверсионные группы проходили на захваченную территорию для борьбы с отрядами немецкие власти избрали тактику террора поскольку достать спрятанное в глубине непроходимых лесов партизанские лагеря было сложно рейды проводились в окрестных деревнях где партизаны очевидным образом брали еду медикаменты набирали пополнение во время этих операций более 600 деревень были уничтожены вместе с жителями тысячи других сильно разрушены от этой беды тысячи людей бежали в лес жили там семьями рожали здесь детей женились с жизнью в лесу связана история иосифа шатила и евгений петрович знакомые до войны молодые люди поженились уже во время оккупации позже иосиф пошел в партизаны евгения беременная осталась дома во время рейда ее с матерью поставили к стене прошли пулями над головами в попытке узнать где искать мужа женщину убежали спрятались во ржи тогда евгения ушла в отряд родила дочку под елкой в лесу вскоре после этого иосиф ушел в армию в ноябре 1944 года семья получила похоронку он погиб в бою эту историю елена рассказала нам по просьбе своей дочери юлии куприенко когда война закончилась победа в ней сразу была отнята у ее настоящих героев рядовых солдат и медсестер партизан и крестьянок ее присвоило руководство после военной книги и фильме воспевают гений генералиссимуса сталина убитых предлагалось забыть искалеченных ветеранов увозили в специальные интернаты братские могилы никак не помечались скромный обелиск минском гетто надолго стал единственным в ссср памятником холокосту некоторые из устарбайтеров и пленных после возвращения на родину попадали в лагеря только с приходом оттепели стали возвращаться люди и память однако государство хоть отступило от террора но по-прежнему стремилась регулировать частную жизнь граждан в конце 50-х годов венчание в церкви или костеле снова запретили его заменили росписью в доме бракосочетаний здесь опять появились рушники сватов и караваи но теперь их регламентировала не традиция а сценарий подготовленные работниками загса или комсомольской ячейкой после свадьбы молодые ехали возложить цветы к новым священным местам памятнику ленина или вечному огню смысл старинных традиций стал забываться но сохранились их приметы а иногда они возрождаются снова потомки союзов о которых мы рассказывали сегодня стали нашими респондентами они хранители памяти из семейных архивов военных писем рассказов наших бабушек дедушек мы узнаем их частный но такой важный опыт жизни в бесчеловечных условиях огромные травмы нанесенные в это время нашему обществу не были проработаны только в самые тяжелые моменты нашей истории мы приближаемся к пониманию каково было жить тогда когда рядом смерть когда боишься за себя и близких когда не знаешь что будет дальше мы выстоим мы все перенесем и мы больше ничего не забудем а а а а а